обратил внимание вот на эту баночку называется наступ вода это гидроизоляция каких-то элементов здесь это большая да получается да это гидроизоляционная мастика тоже на основе именно гибридного полимера фишка ну как говорится заключается в том что к я сказал у компании бойстик есть огромная экспертиза плане работы с гибридом можем сделать как густой материал для приклеивания можем сделать средней повязки с материалами герметизации можем сделать более низко вязкий материал для того чтобы было удобно наносить на кистью чтобы мы получим на выходе на выходе мы можем получить мастику которую мы будем наносить на любое абсолютно за данным она это вот такая толщина у нее пудро мы задали здесь такой толщину мы получим мастику которым мы нанесем на любую поверхность и она будет резиноподобным покрытием обратить внимание то То есть там специально заложена губка для того, чтобы можно было попрожимать, посмотреть. То есть материал будет растягиваться, сжиматься. Рабочий диапазон температуры у этой мастики минус 40 плюс 100 градусов. Она предназначена для работы в том числе в холоде. То есть ее можно применять при температуре от минус 10 градусов. Отличный пример от густого клея, как я и сказал. И про герметик я, кстати, не добавил. Его тоже можно применять при отрицательной температуре. Тоже от минус 10 градусов спокойно материал будет работать. Ну и еще фишка этой мастики заключается в том, что она есть в разных фасовках. Обратите внимание, есть картридж, можно наносить как герметик. Есть банка, можно использовать как, например, ремонтный состав с помощью кисти. И есть вот такое вот 6-килограммовое ведро. Это совсем для таких масштабных работ, если вы вдруг решили себя загидрозолировать, ну, допустим, в ванную комнату. Такое тоже допустимо. Соответственно, материал может быть использован под кафельную плитку. Материал может быть использован просто в чистом виде, как финиш, например, по той же крови. Может работать по битумной кровли, по шиферной кровли, по металлической кровли. Что этот, что этот, что этот. Во всех трех вариациях. Его можно использовать под любое, как говорится, покрытие. Его можно присыпать сухим кварцевым песком, наносить плиточный клей и укладывать плитку. Как я сказал, например, на террасах, если все решили какую-то гидроизоляцию сделать. Его можно красить. Этот материал можно использовать в качестве клея. Что, например, во всех трех фасовках. Но если это необходим какой-то лист изоляционный. Например, вам нужно приклеить, под рукой ничего нет. Берете этот материал, наносите, приклеиваете свой изоляционный лист. И на выходе вот такой вот продукт, который будет сохранять вот эту самую эластичность. Будет работать в широком диапазоне температур. Будет держать воду, самое главное. И даже есть, ну, как говорится, такие вариации его применения, как, например, ремонт сточных труб. То есть у вас идет труба, в ней, допустим, какой-то там шов разошелся. Например, да, стыковое соединение. Или, например, какая-то пробоина и так далее. И вам надо ее сделать, отремонтировать. Материал может перекрывать трещины до одного сантиметра за один проход. Что это значит? Вы наносите материал, как говорится, поверх вашего дефекта. Оставляете его до высыхания, вода пошла и, соответственно, по этому материалу работает отлично. При этом поверхность может быть также влажной, поверхность может быть сухой. Ограничений в этом плане нет. Работать с ним также удобно и легко, как и, собственно, с любым другим гибридным продуктом от компании Bostik. С учетом того, что он также на основе гибридного полимера и однокомпонентный, он, соответственно, отверждается счет реакции с лагового воздуха. Что мы делаем? Мы набираем, соответственно, материал на инструмент. Это кисточка обычно? Да, это обычная кисть. В данной модификации, в 6-килограммовом ведре, этот материал, как я и сказал, он сделан специально пожиже, для того, чтобы его было удобнее распределять. И наносим на то основание, где хотим, собственно, получить то, о чем я сказал, любое гидроизоляционное покрытие, слой и так далее. Материал у нас колеруется вот в такой вот цвет, в принципе, что на кровле, что на фасаде, что на цоколе здания и так далее. Он, собственно, будет обычным, как говорится, строительным материалом. Но так как его можно подкрасить, так как на него можно что-то приклеить, то здесь в этом плане проблем нет с точки зрения... Он однокомпонентный, да? Он однокомпонентный, не надо также ничего перемешивать. Соответственно, что в банке, что в картридже, что в ведре, вот такой вот материал. На него что-нибудь приклеить можно? В данный момент, ну, приклеивать на него, наверное, не совсем лучшее занятие, конечно. Для этого есть клей, но, конечно, можно на него приклеить. Он, например, сзади вас, можно показать, да? Он в нанесенном состоянии на одном из наших семинаров, тоже нас попросили, собственно, воспроизвести. Мастика была нанесена в два слоя. Соответственно, первый слой был нанесен обычным инструментом, кистью, валиком и так далее. Оставлен на два часа. Через два часа был нанесен второй слой шпателем под плитку. Обратите внимание, здесь даже гребни еще остались. И дальше, собственно, на эти гребни была уложена вот эта плитка. Ну, оторвать я вам точно не оторву, как говорится, этот материал, потому что у меня просто нет таких... Не-не, ну, я понял, что отрывать тяжело, да? Да, я вам могу вот так вот показать. Очень интересный тест. Видно, да, что? Можно сказать, что это тоже клей. Можно сказать, что это тоже клей, да. Вот такой вот материал. У нас реально по стоп-воде очень много интересных таких вот лайфхаков применения. У нас иногда даже бывает, когда люди нам пишут, а мы с помощью стоп-воды, образно говоря, отремонтировали какой-то резервуар. Вытекала вода, соответственно, до какого-то момента, да, она там упала уровень. Прям внутрь залезли, замазали с внутренней стороны, как говорится, за счет того, что она перекрывает трещины, за счет того, что в трещине давление не сильно высокое. Материал справляется со своей задачей. Он эластичный, этот материал? Он абсолютно эластичный, соответственно, он сохраняет эту эластичность. И самое главное, то, что он держит вот такого рода даже напоры и так далее. То есть с помощью нее можно реально ремонтировать какие-то небольшие дефекты, где вот есть протечки и так далее. Если мы говорим о каком-то масштабной протечке, ну, тут, конечно, уже для стоп-воды, как говорится, не то место. Нужно уже использовать другие составы. Так, друзья, продолжаем нашу мини-лабораторию. Есть вот такое вот экспериментальное ведро у нас. Да, вот один из ярких примеров, например, вот, как я и сказал, да, ремонт резервуаров. Можно я покажу ведро? Значит, вот здесь вот намазали стоп вот этим, как он там, стоп-вода. С этой стороны, видите, трещина, и вот он вот прям через эту трещину проходит. Сейчас мы хотим сюда залить воды и проверить, обманывают нас или не обманывают. Так. Никаких протечек, да? А если вот так вот ее там? Не, ну, я уж не знаю, как там насчет, как говорится, если двигать, но суть в том, что если вам нужно остановить воду в момент, как говорится, когда она была, вот, собственно. Ну, даже вот я если двигаю, она не проходит. Тут вопрос не в движении, тут вопрос исключительно в том, что если мы хотим что-то отремонтировать, ну, пожалуйста, как говорится, материал для этого нужен. Пишка у этого продукта заключается в том, что он нейтральный, ну, и, соответственно, любая, я не знаю, например, сточная труба, вот о чем я говорил, да, например, которая была в покраске, но в момент там она истерлась, эта покраска и так далее, она же будет подвергаться к коррозии. И, соответственно, этот продукт, если нанести сверху, защитить им так же, он эту коррозию, как говорится, будет отсекать, да, то есть, соответственно, вода уже не будет разрушать само по себе основание. То же самое касается пористых оснований. Вода, попадая, например, в тот же шифер и так далее, неименуемо будет его, собственно, разрушать, да, замерзать, собственно, и тем самым разрушать. Этот материал за счет того, что будет создавать на поверхности такой гидроизоляционный слой, уже не даст воде в него попасть, ну, и тем самым все, вы свой шифер, образно говоря, продлили ему срок службы еще там на 20 лет, если нужно это отремонтировать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-пита Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-у. Вот us are тысячи сетителей. Продолжение следует...